Северный поток-2 Я хотел обратить внимание на место, весьма вероятно, это опять-таки не гарантия, это Северная Таврия. Место вторжения? Да. Это место, где проходит русло Северокрымского канала, который идет в Крым. И уже неоднократно российская сторона развертывала пропагандистскую кампанию относительно гуманитарной катастрофы, развивающейся в Крыму, из-за того, что туда не поступает вода. Но если посмотреть на эту территорию, то вот как раз здесь она хорошо у вас показана, эта территория Северная Таврия, ее достаточно легко занять и затем ее очень легко удерживать. Потому что за исключением вот восточной части от Мелитополя вверх туда к Каховскому водохранилищу, это всего лишь 80 километров континентальной территории. А через Днепр и Каховское водохранилище пролегают только три моста. Один в Каховке-Таврийске, это Дамба, это плотина Каховского водохранилища. И два моста в Херсоне, же дорожный и шоссейный. Если эти моста повреждены или захвачены, то практически вся эта территория оказывается изолирована от кондинентальной Украины. Кроме того, что это может обеспечить водой, пресной водой Крым, здесь находится южноукраинская атомная электростанция и ряд других электростанций, которые сегодня обеспечивают треть электроэнергии сегодняшней Украины. Потеря третья, это значит треть экономического потенциала страны. Кроме того, вот самый запад, это оконечность, это Кенбурнская коса, около которой происходило немало битв в 18-19 веках. Там был Суворов, там были турки и так далее. Неудивительно. Потому что в этом месте Днепровский Южнобукский лиман имеет самое узкое горлышко, около трех километров. Если там окажутся войска оккупанта, то тогда весь Днепровский Букский лиман оказывается запертым. И тогда два крупнейших порта Украины, Херсон и Николаев, вместе с судостроительными и судоремонтными заводами оказываются запертыми. Если же агрессор сделает то, о чем пишут российские средства массовой информации, а именно захватит 80-километровую полосу от Очакова до Одессы, то это реальная угроза потери Украины, выхода к Черному морю. Я вважаю, что это нерелевантная подача информации. Если бы тут среди нас сейчас был оповноваженный Министерство обороны або Збройных сил Украины, который бы мог сейчас объяснить людям, которые живут на певденном направлении, которые хвилюются и чуют вот такие слова и такую подачу информации, тогда бы я вважала, что это дискуссия. Сейчас это выглядит как просто действительно элемент пропаганды. Я перепрошусь, с всей великой до вас повагой, до вашего досвиду как військового эксперта. Я просто не знаю, если вы військовый эксперт. Я очень бы хотела, чтобы когда мы подаем, что до наступа России, моверного наступа, агрессии, захопления, отрезания, отчерного моря и так далее, мы должны иметь баланс. Потому что сейчас это не выглядит балансированно. Это выглядит лишь как залякувание. Вибачьте, но это так. Пані Ирона, с одного боку я с вами могу согласиться, а с другого боку вы бы неизважаете на сучасную подачу информации. Потому что те, про что говорит Андрій Тимиколаевич Иларионов, про это можно почути на широчезных просторах интернету. И там, поруч с паном Иларионовым, нема нашего представника от Минобороны. Больше того, я вам скажу, очень важно закликать кого-то из Минобороны, коментовать, в принципе, эту тему. Но вам карты в руки, потому что вы член Оборонного комитета парламент. Можете информацию, которую подает нам Министерство обороны и Штаб Объединенных Сил, она не отвечает на сегодня той информации, которую подает пан Иларионов. Продолжение следует...